МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Самым первым прозвучал вопрос о взаимоотношениях России и Украины в свете последних событий. Также в ходе пресс-конференции были затронуты главные события года, начиная от выборов 8 сентября и наводнения на Дальнем Востоке до банкротства банков и беглом агенте американских спецслужб Эдвардис Нодене. А завтра с ежегодным посланием к общественности республики выступит Виктор Зимин. Глава Хакасии подведет итоги уходящего года и расскажет о перспективах будущего. Выступление пройдет по традиции в драмтеатре имени Лермонтова. На церемонию приглашены делегации всех городов и районов. Прямая трансляция отчета губернатора Хакасии будет вестись на канале «Россия-1». Завтра с 12 до 14 часов. Не пропустите. Жители одного из спальных районов Абакана не спят уже второй год подряд. Причина – круглосуточное кафе, посетители которого регулярно устраивают на улице пьяные драки. Их свидетелями часто становятся и воспитанники детского сада «Жаворонок», расположенного рядом. Родители и персонал с таким соседством мириться не желают. У сторожа детского сада «Жаворонок» сегодня выдалась неспокойная ночь. Пьяная драка началась возле круглосуточного кафе, а закончилась уже на территории детского сада. Пришлось вызывать полицию. Они сутки здесь. Эти алкаши, наркоматы, наркоманы, они сутки здесь пьют. Круглосуточное кафе-бар о территории детского сада отделяют пара метров и невысокий забор. Несколько раз в неделю дети и родители становятся свидетелями утренних драк и разборок. И в туалет там ходят, и так далее, и друг друга бьют об гаражи, и вот это вот все видят дети. Просто очень некрасиво. Дети заостряют на этом внимание, у родителей спрашивают, что это происходит. Ну, то есть родители, конечно, стараются вести их по противоположной стороне, но, тем не менее, это все наблюдается детьми. Родители дошкольного учреждения оформили коллективную жалобу в администрацию Абакана с просьбой принять меры. За один день под обращением подписалось более 200 человек. Проблемой будет заниматься департамент архитектуры и градостроительства. Жалоба родителей будет рассмотрена в течение месяца, но, скорее всего, кардинально ситуация не изменится, тем более не будет закрытия кафе. А этого очень бы хотелось не только простым гражданам, но и сотрудникам полиции. Адрес данного заведения хорошо знаком в дежурной части. С начала 2013 года из кафе по улице Некрасова, 28Б, поступало порядка 20 вызовов полиции. То есть это были скандалы, либо нанесения побоев. В двух случаях это была кража личных вещей посетителей – кошелька и верхней одежды. В данных случаях уголовные дела возбуждены. И вообще все лица, которые скандалили, они были привлечены к административной ответственности. А по факту нанесения побоев были собраны материалы, которые были направлены по подследственности в суды. Фактически владельцы кафе закона не нарушают. Драки и дебоши, которые мешают детскому саду, происходят на улице. То есть всего лишь нарушается общественный порядок. А это не может быть поводом для закрытия бара. Олеся Калиниченко, Дмитрий Парахин, Вести, Хакасия. К долгим новогодним праздникам уже готовятся на станции переливания крови. Статистика показывает, что Рождественская неделя становится самым горячим временем для служб экстренной медицины. Именно поэтому в преддверии всеобщих каникул учреждение создает запас донорской крови и ее компонентов. Сдать кровь в декабре приглашают как постоянных доноров, так и новичков. Особенно в эти дни ждут добровольцев с отрицательным резус-фактором. Найти возможность заработать можно даже в самом небольшом селе, уверены специалисты Центра занятости. Они проводят выездные встречи с населением. На этот раз они отправились в отдаленные села Аскизского района. Подробности в следующем материале. Сегодня работники Центра занятости встретились с представителями малого народа шорцами. И получилось так, что консультировать людей сотрудникам пришлось не только по своему профилю. Я даже удивилась, что есть такие законы, как сегодня сказали. Шорцы живут в основном с того, что могут получить в тайге. Это сбор дикоросов и охота. Горячий сезон с весны до осени. А зимой в деревнях полное затишье. У нас деревня Николаевка взять. Вот у нас единственная сейчас община осталась. То есть заняться у нас деревня такая бесперспективная. То есть, ну нет, безрасцветная такая деревня, можно назвать. Ни автобус туда не ходит, ни магазина нет. Ни скоро туда добраться не может. Зимой заметает дороги, не чистит. У нас нет денег даже на самый элементарный, на проезд, чтобы стать в Центр занятости. Практически все вакансии, которые может предложить Центр занятости, это вахта. А уезжать люди не хотят. Поэтому, как определили специалисты Центра, лучший выход – самозанятость. Год, не знаю, раза три надо приезжать и встречаться с ними обязательно. Потому что очень много информации, ну так скажем, что то, что происходит в районе, многие не знают. Но хотя мы довели сейчас, тем не менее. Осталось много вопросов. Тот же сбор дикоросов. Не налажен сбыт. И так в любом направлении. Изготовить что-то люди могут, а продавать некому. И еще местное население заинтересовало программой поддержки тех, у кого есть личные подворья. Это как раз тот случай, когда возможности людей и государства совпадают. Ольга Стельмах, Елена Крылова, Сергей Казмин, Вести, Хакасия. Еще 15 малышей Абакана смогут получать полноценное дошкольное образование, посещая детский сад «Мамонтенок». Сегодня в столице Хакасии открылся 16-й частный садик. Он разместился в квартире одной из многоэтажек по улице Аскиской. Прежде чем открыть садик, в помещении сделали перепланировку. Сегодня здесь оборудована игровая комната, которая трансформируется в спальню, кухня и санузел. Приобретены мебель, игрушки, дидактический материал и посуда. Грантовую поддержку оказало правительство республики. Сумма – 500 тысяч рублей. До конца декабря планируется полностью набрать группу. В нее войдут 15 малышей от 2 до 6 лет. Заниматься с детьми будет педагог и два его помощника. В целом распорядок дня окажется таким же, как в обычном детском саду. Питание будет централизовано. Здесь мы готовить не будем. Питание будет подвозиться нам, той организации, с которой мы заключим договор. Должно быть достаточно креста витаминов и калорий. Все это будет. Профессиональный праздник готовится отметить энергетики Хакасии. Напомню, состоится он в предстоящее воскресенье, но торжества по этому случаю проходят уже сейчас. В Драмтеатре Абакана состоялся праздничный концерт. Там же глава Хакасия отметил почетными званиями и грамотами ветеранов и передовиков отрасли. То, что энергетика многогранно, знает, пожалуй, каждый. Гидростанции Хакасии производят электричество. По проводам сетевых компаний ток бежит к потребителям. ТЭЦ поставляют в дома тепло. Братья энергетиков в Хакасии насчитывает более 6 тысяч человек. Для Хакасии это одна из важнейших отраслей экономики, на долю которой приходится четверть промышленного производства республики. Вы только задумайтесь. 25% всей экономики республики – это на ваших плечах. Виктор Зимин также подчеркнул, что за последние годы отрасль сделала серьезный рывок. Абаканская ТЭЦ готовится к запуску нового энергоблока, который дает перспективы в развитии Абакана и соседних районов. Сетевое хозяйство растет. Важнейший объект СШГС практически оправилась от аварии 2009-го. В следующем году станция по планам должна быть полностью восстановлена. Только полгода после трагедии 17 августа она стояла безмолвно. Но сейчас, уже месяц назад, мы запустили новый, абсолютно новый, седьмой гидроагрегат по счету. В Абаканском драмтеатре сегодня собрались передовики отрасли. Глава республики наградил 40 специалистов почетными грамотами и медалями за трудовые заслуги. Шестеро удостоены звания «Заслуженный энергетик Хакасии». Константин Кравцов, Игорь Брюханов, Вести, Хакасия. Это были все новости, о которых мы успели рассказать вам к этому часу. Оставайтесь на канале «Россия-24». Увидимся скоро. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова